Здравствуйте, мои дорогие дачники! Я рада приветствовать вас на своем канале Сад Чудес. И сегодня мы начнем наш разговор с помидор. Четыре дня назад я обнаружила, что на листочках помидор, на нижних листочках, появились пятнышки. Не у всех, а только вот у одного сорта золотая андромеда, аэлита фирма. Меня это насторожило. Я стала наблюдать. На второй день пятнышки, они не увеличивались в размере, но количество их увеличилось. Я почитала в интернете. Ну, ни к белой пятнитости, ни к бурой, ни к ожог, ни к чему это не относится. Потом я увидела, что многих интересует такой вопрос. Очень у многих появляются пятнышки на нижних листьях. И тогда я решила на этом как бы заострить внимание и показать вам. Сейчас я вам покажу фотографии, которые я сделала с больными листочками. Показываю листочек. Видите на нем белые точечки. И вот по краям, как бы сухой он. И эти вот пятна распространялись. И вот теперь я вам покажу, что я сделала. Вы видите на фотографиях, что такие точечки белого цвета их не назовешь. Наверное, более прозрачные, чем белые. Тогда я пошла на консультацию в магазин, где я часто бываю. И они мне сказали, что это, ну, наверное, такое грибковое заболевание. Но чтобы не травить помидоры химией пока, побрызгайте. Я уже вам вот в прошлое видео показывала феравит. Но я им сказала, что я уже опрыскала феравитом. Они сказали, тогда добавь еще к феравиту эко-пин. Эко-пин. Я вам тоже показала вот на фотографии вот эти два, которыми я опрыскала. И я решила опрыскать. Они мне сказали, нижние листочки оборвать. Я оборвала их, нижние листочки. Хотя это, конечно, очень плохо. Потому что растение теряет силу. Ну, что же делать? Это не на всех, а только вот на шести кустиках у меня образовались. Почему? Не знаю. Не заливала. В больших плошечках они у меня. Но три дня назад я их опрыскала. И эко-пина с феравитом. И вот на сегодня у меня прекратилось распространение. А так оно пошло уже и на верхние листочки. Но вот на сегодняшний момент, видите, какие хорошие кустики, хорошие. Нигде ничего. Но вот нижние листочки, конечно, пришлось оборвать. И теперь стволики вот такие стали длинные. Но так они стали здоровенькие пока. Я их держу отдельно от всех остальных помидор. Наблюдаю за ними. Но состояние стало лучше. Я сделала вывод, что сейчас многие помидоры не обрабатываются. При продаже, при упаковке в пакетики. И, наверное, надо нам самим теперь их протравливать. Я никогда не протравливала ни в чем. Я просто поливала марганцовкой, фитоспорином. А никакую химию не применяла. Теперь же вот в магазине мне также посоветовали, что когда я покупаю семена, нужно их на два часа замочить в максиме. Чтобы не было вот таких вот болезней. Потому что они сказали, что очень много жалуются, что люди обращаются, у них заболели помидоры, рассада. Я не обрабатывала. И вот с этим столкнулась. Теперь, наверное, я буду все обрабатывать. Мне, конечно, понравились семена фирмы Партнер. Они здоровенькие, сильные. И, может быть, я перейду только на него. Фирма Партнер буду покупать помидоры. Ну, подумаю. Но вот сейчас у меня как бы вот, видите, золотая дробеда. Они у меня желтенькие. И вот оказались больными. Подержать их в максиме я даже как бы не подумала, потому что я никогда этого не делала. И 40 лет я уже помидорами занимаюсь и никогда этого не делала. Но, к счастью, помидорки мои ожили. И у кого такая же ситуация, я всем советую купить Экопин и Ферро вид. Их вместе соединить. Там на полтора литра, на полуторолитровую бутылочку. Все это дело, все эти амбулки вылейте и побрызгайте. Они, конечно, стали зеленее. Листва стало зеленее. Но вот только заболевшие я побрызгала с Эпином ферро видом. А все остальные одним ферро видом, как мне посоветовали в магазине, мне очень понравилось. Это для фотосинтеза листьев. И они стали такие темненькие, темненькие. И гораздо сильнее стали. То есть, для огурцов особенно, они, наверное, очень подойдут. Вот тогда, если что-то... Когда уже подрастут огурцы, к августу где-то, они могут начать желтеть. Я их поливаю то зеленкой, то йодом с сывороткой. Но вот ферро видом, наверное, будет очень хорошо. Поэтому я закупила на лето еще и ферро видом и эко пина на всякий случай, когда что-то может пожелтеть. Подкормила их малышком, малышок. У меня есть еще гера. Гера и малышок. Но мне посоветовали, что лучше для рассады малышок. Много я не подкармливаю, а только один раз. Я стараюсь ее не раскармливать, рассаду. Иначе, ну, она быстро растет, очень большая, становится сильная. Мне не нужно пока, чтобы она была сильнее, чем она у меня есть. У меня и так стволики где-то сантиметр, наверное, в диаметре. А вот когда посажу уже в теплицу, конечно, я буду уже там подкармливать несколько раз через 10 дней и замочу крапиву. Особенно я люблю поливать все крапивой замоченной. Но это все как бы потом, когда я высушу в теплицу. Пока еще в теплицах холодно, и я их повезу, ну, наверное, через недельку, не раньше. Теперь я вам расскажу, что я посадила еще помидоры. У меня не было теплицы. У меня так с домиком сделанная была, домиком, и грядка. И там я сажала помидоры. Сейчас мне дети решили теплицу подарить. Они мне ее подарили, вот сделают. И у меня не было высокорослых. И мне дали высокорослые сорта. Вот дали ботяня. Сказали, что очень хороший. Ну, они еще такие маленькие. Когда они вырастут, не знаю. Любушка. Сказали, что очень хороший. Вот дали мне сорта. Сказали, что очень хороший. Но вот тот, кто мне дал, поздно рассаду сажают. И она еще небольшая. И Пелагеи сказали, что очень замечательная. Но чувствуется по листочкам, что она такая вот, конечно, такие мощные уже листочки. Хотя и маленькие. Ну, посмотрим, догонит она мою рассаду. Как-то выровняется. Или не знаю, как она будет отставать в созревании. Затем я вам покажу. Прошлый раз я решила укоренить то, что я стригу львиный зев. Я его вот стригу. У меня много образовалось этих. Я посадила. Посмотрите. Прекрасно. Прекрасно укоренился и дал листочки. То есть его можно посадить даже очень рано. Может быть, даже в январе. Какой-то хороший сорт, где мало зернышек. Вырастить его, подстричь. И все это дело укоренить. И получит тогда много-много такого, где мало семечек растения. Потому что вот некоторые, там по 10, даже по 5 были у меня семечек. Львиный зев. Вот таким образом его можно размножить. Мне очень понравилось. Я раньше так никогда не делала. Вот именно с львиным зевом. А теперь мне как бы это вот так буду делать. На следующий год обязательно сделаю. Так, об этом мы поговорили. Потом я вам покажу еще салатик, который я вам показывала. Что он у меня так валялся долго в холодильнике, уже срезанный весь. Я его решила выкинуть. А потом думаю, ну не буду выкидывать. Посажу его в землю. Потому что я слышала, что так делают. Я его посадила. Посмотрите, какой шикарный кустик. Растет. Я уже обрывала листочки. У меня было вчера день рождения. Я обрывала некоторые листочки и использовала в салат. То есть шикарно. Покажу вам вот еще свеколку, которая, смотрите, как хорошо подросла. Подросла, а такая уже большенькая. Надо будет осторожненько еще досыпать туда земли. Но мне понравилось, что дома, вот мне посоветовали дома посадить, а затем уже на грядку ее высадить. И тогда будет очень хорошая свекла. Но я думаю, что это хорошо. У меня взошли бархатцы. Вот два сорта. Смотрите, как хорошо взошли. Это вишневый бархат и каланда. Каланда вот такой желтенький, крупными шапочками, 10 сантиметров. Шапочка. Очень хорошо вошел. И вишневый. Вишневый бархат. Такие темненькие бархатцы. Мне очень они тоже нравятся. А вот другой сорт, веселый клоун, только проклевывается. Хотя посажены были все в один день. Там видно свежие семена, а здесь немножечко отстали. Вот эти я уже без пленочки держу, а эти еще уберу под пленочку. И в заключение я вам хочу сказать, что, вот про свеклу я вам показывала, рекомендуют ее поливать вот свеклу и клематесы, разведенной доломитовой мукой. 200 грамм муки на 10 литров воды. Я купила. Вот колобитовую муку. Написывала, что естественное минеральное удобрение, полученное путем измельчения карбонатных пород при производстве щебня. Я никогда не вносила. Я все золой обходилась. Я очень много жгу золой. А в этот раз решила купить доломитовую муку. Способствует повышению урожайности. Ну, в общем, проверим. Но свекла и клематесы точно любят полить их известковой водой. Я очень много читала об этом, что вот они это любят. Я попробую полить и свеклу, и клематесы. На этом я кончаю свой обзор. Всего вам доброго. Жду вас на моем канале Сад Чудес. Заходите, смотрите, пишите мне комментарии. Я очень буду вам рада. Всего вам доброго, мои дорогие.